Приветствую дорогие друзья, меня зовут Сергей Лав и сегодня я расскажу о самом новом обновлении в Робокрафте, посвященном крыльям и не только. На самом деле очень много чего изменилось в игре и не только крылья здесь интересно. Первое, у нас появилось вот такое дерево тегпоинтов, то есть если вы играете на втором тире, вы получаете тегпоинты второго тира. И можете покупать только второтирные предметы. Нельзя теперь поиграть на десятом тире, нафармить тысячу этих ТП и купить абсолютно всё. За валюту, за галактикэш вы можете конвертировать любые ТПшки в убер ТПшки, которые тратятся на любую вещь. Но не надо говорить о том, что донат усилился в игре, это неправда. Потому что это как раз таки нерфит вот такую систему, когда высокоуровневые игроки могут спокойно сидеть там на восьмых тирах и открывать всё-всё-всё на свете. Теперь они вынуждены будут играть и на низких тирах тоже, чтобы получить эти ТПшки, либо бабло использовать. Дальше бронегелий. Как вы видите, пять штук бронегелия. Самый пятый соответствует чёрному блоку по показателям брони. Все остальные соответствуют промежуточному. По цвету они как вот есть. То есть синий это синий блок. Там оранжевый это оранжевый блок. Также предметы теперь называются от одного до десяти по номерам. Нету больше приставок S, об S, говорят только оставшиеся рудименты в виде оранжевых вот этих пиктограммчиков. Но я думаю их тоже со временем уберут. Давайте перейдём всё-таки к крыльям и посмотрим, что они из себя представляют. Видите, у них тоже есть показатели армора и достаточно высокие. Между прочим, где-то наверное раз в восемь больше, чем у блоков. Но они и роборанкида дают достаточно приличное количество. То есть я не думаю, что можно будет обклеиться в крылья напрочь. Вот видите, прям как одна пушка добавляет фактически роборанкида крыло. А ведь на двух крыльях вряд ли можно будет далеко улететь. Их штуки четыре-то придётся поставить. Так, вроде по дереву ничего нового не появилось здесь только гелий. Да, колёса так и не вернут ребята, которые были только поворотные, которые разгоняются. Потому что физику колёс поменяли полностью. И ховеры тоже чуть-чуть поменяли. Но об этом позже. Давайте посмотрим всё-таки крылья, что они из себя представляют. Давайте, наверное, в магаз сейчас отправимся. Вот видите, восемь тысяч армора у крыла. У чёрного блока, если я не ошибаюсь, там тысяча армора. Соответственно, это как восемь чёрных блоков. Они имеют брони. Но по размеру они просто безумные на самом деле. В них попасть намного легче, чем в один блок чёрный. Но я думаю, будут крафты, когда крылья будут где-то внутри спрятаны, а вовсе не снаружи. Вот такие расценки у нас в магазине на крылья. И обратите внимание, ребят, девятые крылья стоят 1600. Срочно берите прем и покупайте. Они стоят дешевле, чем третьего уровня. Вы сэкономите за каждое крыло 1020-25. Никакой такой скидки вы никогда в жизни больше не увидите в игре. Сейчас есть промо-код на 5 бесплатных первоуровних крыльев. Наверняка вы его сейчас видите на экране. Если я не забыл его добавить. Но знаете, 5 крыльев бесплатных первого уровня это ни о чём. По сравнению с экономией в 25 тысяч за каждое крыло 9 уровня. Вот столько стоит бронегеля. Стоит он, по-моему, столько же, сколько и простые блоки. Давайте посмотрим, как всё это летается. На самом деле, я вот видите, недостаточно много трастеров поставил. И взлетать мне не удается. Потому что, чтобы летать, крыльям нужна тяга. А тяга создаётся трастерами. То есть, чисто на крыльях не полететь, насколько я понял. Вот. Теперь касательно, что изменилось в физике колёс и ховеров. Низковоровневые ховеры получили больше скорости. Колёса низковоровневые также чуть ускорились. Но, теперь у колёса есть, во-первых, показатели того, сколько они могут груза везти, прежде чем у них начнётся снижаться скорость. У брони тоже поменялись показатели веса. Теперь чёрный блок весит в три раза тяжелее, хотел сказать, дороже, чем самый простой блок армора. То есть, 15 килограмм, как тёмно-серый блок. Соответственно, чем больше у вас армора, тем тяжелее ваш крафт по определению. Ну, если размер один и тот же сохраняется. Соответственно, нельзя будет скрафтить там чёрную кровать на колёсах первого тира и ездить так же быстро, как если бы у вас был маленький крафт первого тира. И, между прочим, управление крыльями реализовано очень удобно. Вам не нужны там никакие КУЕ. Я думал, будет тут вращение на КУЕ сделано, но нет. Этого не сделано. Теперь загрузку тоже поменяли. Вы видите, вот такой экран. Сделан это для того, чтобы игра не залагивала на моменте входа в игру, у кого слабые компьютеры и не тянут прогрузку. Но, если честно, первого боя, загрузки первого боя, я так и не дождался вообще. Я просидел минут 10, он у меня не загрузился. Я вышел и зашёл в следующий бой. Не знаю, с чем это было связано. Но, надеюсь, что нам не придётся всё-таки ждать слоупоков на калькуляторах деревянных, когда они прогрузятся, и сидеть там на загрузках по 5 минут из-за этого. Вот. Также поменялась и система выстрелов рельса. Она очень сильно изменилась. Теперь первая рельса на заряжается 20 секунд, ребят. Это безумное время, кажется. Но это исправит ситуацию, когда ездили просто маленькие крафты с двумя рельсами, и полкарты простреливали просто со смешным кулдауном. Теперь, помимо этого, сделали то, что рельсы не заряжаются автоматически, то есть вам не нужно удерживать выстрелы, соответственно, у вас нет перегрева никакого, насколько я понял. Все последующие рельсы не заряжаются очень быстро. Не сказано насколько быстро, но сказано очень. Я подозреваю, что они почти мгновенно заряжаются. То есть вас сдерживает именно вот первая, зарядка первой рельсной. Также вы не можете стрелять, пока у вас не зарядились все рельсы. То есть если у вас их 6 штук, и вы зарядили только 3, выстрелить не удастся. При этом стрелять теперь можно отдельно Один выстрел делать, это один выстрел с Ельцина, а не сразу вся пачка выстреливает Это тоже приятно, но как все это будет играть, пока предсказать практически невозможно Плазму, одна ствольную плазму понерфили, мол, с 2 до 3 секунд перезарядку Но, если честно, по-моему, это уже давно был такой патчноц, что ее сделали 3 секунды перезарядкой Ну, вот опять я вижу те же патчноцы, может быть, конечно, я что-то путаю Осталась самая мелочь, то, что прицел теперь не зеленеет, когда противник в нем появляется Соответственно, вы не можете, поэтому определить, попадете вы в противника или нет Сложнее стало стрелять на дистанции по мелким крафтам Далее сократили, точнее, ну да, скорострельность уменьшили для одноствольных и двуствольных лазеров Ну, опять же, ибо имба была Также увеличили цену на гаражи и на премиум Вот это очень жаль, потому что я думал купить еще троечку гаражиков себе Ну, ничего, переживу, наверное И еще бафнули, ребята, радары Они теперь имеют больший рейндж И радары и северы тоже получили очень сильное увеличение рейнджа Чтобы повысить их важность, также и важность джаммеров А на этом, вроде бы, ребят, все Пишите комментарии, ставьте лайки Заходите в крупнейшую группу ВКонтакте про Баккрафту Ссылочку найдете в описании Подписывайтесь на мой канал Я надеюсь, что развлекал не только себя, но и вас